Александр Адабашьян приехал на фестиваль детской книги «Книга Морья». К детскому творчеству он имеет самое прямое отношение, как автор не только легендарных фильмов для всей семьи, но и сказки «Хрустальный ключ», написанный в соавторстве с режиссёром Анной Чернаковой. Сейчас она готовится к экранизации. Несмотря на активную работу в киноиндустрии, Александр Адабашьян весьма скептически относится к этому виду искусства. Говорит, что это вовсе не искусство, потому как слишком многие вносят изменения в фильм на этапе его создания. И от первоначальной идеи и образа ничего не остаётся. Другое дело литература. Но сегодня и она, особенно детская, потеряла свои ориентиры. Теперь у нас, так сказать, маяками, нашими стала западная детская литература. Во многом она, в общем, идёт от комиксов и от кино. И по способу рассказа, и по способу предложения, и по ритму, в котором это действие должно катиться. И самое главное, о тех, так скажем, задачах, которые перед собой детский писатель должен ставить. На встрече севастопольцы смогли задать Александру Адабашьяну интересующие их вопросы. Так он развенчал миф о том, что на съёмках фильма «Мастер и Маргарита», где играл Берлиоза, витал дух мистики. Хотя одна странная история всё-таки произошла с режиссёром. Когда Владимир Бортко, лет за 10 до начала съёмок, приехал на «Чистые пруды» выбирать натуру. Он говорит, меня-то никто в лицо не знал, да и сейчас не особенно режиссёров лицо знают. Вся группа пошла по одной стороне, а я пошёл по другой смотреть. На встречу, говорит, что быстро шёл какой-то парень с сумкой через плечо, такой молодой. Вот и неожиданно породнявшись самой, тогда мобильных телефонов не было, так что явно он сказал громко и вслух, но он сказал, ничего у вас не получится. И потом пошёл дальше. И действительно картина тогда не состояла. Кинодраматург рассказал, что большую роль в его судьбе сыграла случайность. В кино он начинал работать художником. Потом попросили написать сценарий. Говорит, что к этому был готов. И опять-таки, благодаря литературе, потому что читал правильные книги, которые помогали ему в новой работе. Василий Косенко, Анатолий Паньков, Севинфорумбюро.